Привет! Это новости на канале Station Marks. С вами вновь Олег. Тема сегодняшнего выпуска. Отмена советских нормативов, итоги выборов, цветая вода от бед, сырьевой шок и изоляция Кубы. Начинаем! И первая новость. Самая громкая за прошедшую неделю. Любимый нами Дмитрий Анатольевич Медведев распорядился отменить советские законы, что до сих пор находится в правовом поле России. Всего отмени подлежат более 20 тысяч документов. А соответствующее распоряжение вступит в силу с Нового года. В их число вошел и декрет о 8-часовом рабочем дне от 1917 года, который председатель правительства привел в пример как тормозящий развитие экономики России. Эх, ну конечно, именно это тормозит наше развитие. Именно это мешает нашим эффективным менеджерам сделать рывок в последний вагон мирового прогресса. После того, как эта новость увидела свет, пошли различные разговоры о нынешних нормах в трудовом законодательстве. Но нас быстро заверили, что в РФ действует трудовой кодекс, который также регламентирует рабочее время. Однако, уже которую неделю идет обсуждение сокращения рабочей недели, где речь скорее всего будет идти о ее уплотнении, чтобы освободить целый выходной день. Но это тема отдельного разговора. А вот если вернуться к теме отмене советских нормативно-правовых актов и несколько свободно развить эту тему, у нас же ведь все делается на благо граждан. И пенсионная реформа, повышение тарифов, штрафов, налогов. Все ради вашего блага. И почему бы не представить возвращение к старым добрым временам, когда хрустели французские булки, свет общества рассуждал о судьбе мира, на балах рекой текло шампанское, ну и так далее. Все, что мы, или они потеряли. Все-таки капитализм в России особо не приживается, а вот феодализм еще как, не одну сотню лет. Так почему бы не вернуть добрые традиции? Ну, например, крепостное право. Не сложно представить эфир телеканалов. Все эти ток-шоу, где с умным видом и на серьезных щах эксперты будут говорить какое-то благо для вас. Не будьте лохами, вас разводят. Ну, смотрите сами, проблемы безработицы, жилья, да и в целом жизненного выбора будут решены. Хозяин обеспечит работой, каким-нибудь жильем, жинку подберет и проверит при этом сплошные плюсы. Теперь заживем по внутреннему распорядку, в одной шеренге ходить будем. А те немногие, что пойдут против этого, получат нагайкой от привилегированных служивых сословий. Глупости, скажете вы? Отнюдь. В мире торжество реакции и наступление на права трудящихся идет семимильными шагами. А натуральное рабство перевоплощается под видом кредитного. Недалек час, когда закупы вновь появятся в России. Да и не только. Но, воистину, дело не в том, что нет капитализма с человеческим лицом. Не в том, что силы реакции будут применять весь свой ресурс для сохранения старых порядков. Дело в нас самих. Мы сидим по своим крайним хатам, упиваясь субъективным идеализмом. Забыв, что такое солидарность с такими же, как мы, трудящимися, а не с правящими буржуями. И пока это так, общественный прогресс будет обращен вспять. И сила, способная изменить это мы, вы сами и никто кроме нас. Как мы знаем, 8 сентября прошел единый день голосования в России. Самого честного голосования. Умного голосования. Но результаты, как всегда, неутешительны. Вот лично я начинал свой путь с работы в выборах. В 11-м году мне только-только исполнилось 18. И вот я уже член избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Я уже тогда насмотрелся. А сейчас некоторые люди на серьезных щах удивляются. Вот как так? Какая же плохая власть? Какие они негодяи воруют наши голоса? Заставляют голосовать солдат? Или, например, в каких-то психиатрических больницах 100% голосов уходят, сами знаете, к кандидату от какой партии. Либо самовыдвиженцу. И все удивляются. Как так? Как так? И если некоторых активистов удивляет такое положение дел, то вот большинство людей не удивляет. Они смирились с этим, что выборы у нас такие, какие они есть, и другими быть не могут. И такое пассивное поведение, оно как раз таки обеспечивает власти то, как она себя ведет, как она отнимает наши нормы и наши права. Но не только карманные протесты сильны в России. На российских крупных телеканалах, да и в интернетных зданиях, вы вряд ли найдете сюжеты, посвященные протестам в Бурятии. Конечно же, ведь протеста в России нет, выборы прошли гладко. Кто нужно победил, все сделали свой выбор. Честно или не честно, да кого это может волновать в буржуазной демократии? Митинги в Улан-Удэ начались стихийно. Если вы знаете, давно уже в сети ходят новости о якутском шамане, который собирается прийти в Кремль и знать Путина. Нерода его вообще не любит. Он пришелец, не наш, не землянин. И его окружение это заблудшие люди. И половину народа тоже он заблуждение ввел. Поэтому его второе имя Лукавый. Некоторых из его сторонников задержали. И вот 9 сентября начался стихийный митинг. Среди организаторов был блогер Дмитрий Баиров. Позже к нему присоединился депутат от КПРФ Циренов. Как раз 9 сентября, день после выборов, выборы прошли гладко. Победили кто нужен. Но результаты этих выборов местных не устроили. Потому что люди знали, за кого голосовали. Они голосовали за того кандидата, кто занял только второе место. И им был сенатор Вячеслав Мархаев. Который в 90-х годах как раз таки руководил ОМОНом. И в свое время высказывался о том, что стражи порядка, по его мнению, выступают слишком жестоко во время разгона митингов. Задержания начались 10 сентября. Когда митингующие выдвинули требования к действующему главе республики. Выйти и обсудить с ними итоги выборов. Вот тогда в дело пошли силовики. Но, к слову, им помогали также какие-то тетушки в масках, которые также избивали протестующих. И если на европейской части России этим занимались казаки, то тут были пока неизвестные, видимо, своих казаков в Бурятии пока еще не придумали. Более того, действия силовиков были действительно жесткими. Они травили протестующих следозаточивым газом, кидали дымовые шашки, крутили и винтили. В общем, все как у людей. Все как у людей. А новоизбранный, победивший глава УЛНД приказал оцепить площадь советов, на которые происходили стихийные митинги, чтобы уж точно негде было разгуляться. Даже мирные протесты очень жестко подавляются. Такое ощущение, что это машина насилия, она не может остановиться. Она идет как каток по протестующим. Но при разгоне митингов учатся не только силовики. Опыта противодействия набираются и митингующие. И можно быть уверенным в том, что рано или поздно этот опыт будет полезен. Но в этой ситуации нашлось место и положительным героям. Ведущая канала АТВ Анна Зуева уволилась с работы, потому что считает, что неосвещение подобных мероприятий это недопустимо. И три блиц новости. На минувшей неделе в Твери произошло уже традиционное окропление города святой водой с целью борьбы с алкоголизмом. Для этих целей был использован, как кукурузник так и назвать, и так и хрущен с кукурузой. Для этих целей РПЦ арендовала самолет. Верующие в этом году впервые подняли на высоту 600 метров и ковчег с мощами тверских святых. Для окропления Твери использовали 70 литров святой воды. Ну что ж, поскольку это традиционно, видимо не помогает. Но мы будем надеяться. Конечно, можно окроплять города и ракеты святой водой. Но вот возможно ли смыть все классовые противоречия капитализма ею? Об этом мы сможем узнать из комментариев под нашим роликом. Так что делитесь, мы будем ждать. Блиц новость номер два. Глава Сбербанка Герман Греф предостерег Россию от сырьевого шока. Что это значит? На мировых рынках энергоносителей грядет новая буря. Цены вновь упадут, добыча возрастет. Конечно же, для сырьевой экономики нашей страны это ничего хорошего не предвещает. Но будьте уверены, как мы уже говорили ранее, у России есть вторая нефть. Это вы, так потому доить будут именно нас. На прошлой неделе Николай Дмитриевич Тараканов, генерал-майор, который принимал не последнее участие в ликвидации Чернобыльской атомной станции, обратился к президенту. Цитирую. Уважаемый Владимир Владимирович, я очень хотел бы встретиться с вами еще раз. Вспомнить свои чернобыльские дни, в которых я оставил свое здоровье. И рассказать вам, почему герои Чернобыльца на сегодняшний день забыты. И лично вами. Извините. И вот как же так получается, что о тех трагических событиях вспоминают где-то за рубежом. А наши провластные СМИ, которые с таким упоением критиковали этот сериал, называя его ложью, забыли о настоящих героях, которые живы и которым нужна помощь прямо сейчас. Ну и по нашей традиции новости за рубежа. Сегодня она не очень большая, но показательная. Куба. Остров свободы, который так многие любят. С одной стороны, которые говорят, что вот до чего приводит ваш кровавый коммунизм с другой. Недавно президент США Дональд Трамп на год продлил экономическую блокаду Кубы. И, например, танкеры с так нужным топливом теперь не могут заходить в кубинские порты. И нынешнее бедственное положение Кубы это не следствие выбранного пути, а та самая экономическая блокада и изоляция. Ведь несложно представить, если мы сейчас возьмем, например, успешную Южную Корею, да даже Японию, и изолируем ее от внешнего мира. Смогут ли там развиваться технологии, как сейчас? Смогут ли граждане этих стран жить так же богато, как сейчас? На этом выпуск завершен. Делитесь вашим мнением насчет новостей и их подачи в комментариях. Подписывайтесь на канал. Звоните в колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Делитесь с друзьями. До новых встреч на канале Station Marks. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok